Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Я начинаю новый влог. Сегодняшнее утро у меня начинается с монтажа моего мукбанка с роллами. Тут и тема интересная, и вообще мукбанк аппетитный получился. А на улице у нас сегодня дождик и пасмурная погода. Время-то всего 11, а на улице такое ощущение, что уже вечер. Хотя нет, я думала дождик, но сейчас смотрю, что дождика нет, просто пасмурная погода и холодно. Помните, я все пыталась пристроить свою хурму, как вы видите, почти ничего не осталось. Я почему-то думала, что мы не сможем съесть, и все раздала. И вот теперь мы без хурмы, так скажем. Но ничего, самое главное, что все попробовали нашу прекрасную хурму. Сейчас по-быстренькому хочу смонтировать видео с распаковкой этого костюмчика. Вам так не видно, поэтому я решила перевернуть камеру. Очень мне нравится этот костюмчик, он домашний, мягенький. В принципе, там написано, что его можно и на улицу одевать, но я хотела именно что-то для дома. Так как большую часть своей жизни я провожу дома, а вся одежда просто пылится в шкафу. Поэтому я решила заказать себе несколько костюмчиков чисто для дома. И на удивление, кстати, это М. Там все в комментариях писали, что берите на размер больше, и я тоже взяла. Сегодня на завтрак у меня роллы. Я доедаю обедки. Жалко не выбрасывать же, конечно. У меня здесь осталось сырный ролл, Фиадельфия, Бонита и вот эти. Вот эти, кстати, я не очень люблю. Шоколад Аленка, который я не очень люблю, приходится доедать. И горячий чаек. Приятного аппетита. Вчера я снимала для вас мукпанг с роллами, и уже успела, кстати, его выложить. Я почему-то думала, что в комментариях начнется, что Айка, ты, наверное, врешь. Не может быть такого, что в каком-то квесте вас бьют. На мое удивление, оказывается, все, кроме меня, прекрасно знают, что в Portal Games в режиме Ultra Hard очень сильно бьют. И только я, оказывается, про это не знала. Я думала, вам Америку открою, вы тоже будете в шоке, но, оказывается, нет. Почитала комментарии, оказывается, есть очень много людей, которые получают от этого удовольствие. Им нравится этот адреналин, когда их бьют и все дела. Короче, я еду к косметологу. Пока что я не знаю, что именно я хочу сделать, но я сейчас абсолютно без макияжа. Возможно, мы немножко добавим губы. Но мне почему-то в последнее время слишком такие, знаете, большие пышные губы не нравятся. Тем более, скоро у меня будут шикарные зубы. Зачем с такими пельменями прятать превосходные зубки? Поэтому, наверное, губы делать не буду, но что-то хочется сделать с кожей. Посмотрим, посоветуюсь с косметологом. Именно поэтому я абсолютно без макияжа. Еще, кстати, в домашнем костюмчике в этом. На улице действительно очень холодно, моросит дождик. Короче, дубак. По идее, можно навигатор установить сюда через USB, но я постоянно забываю провод. Поэтому еду вот таким вот образом. Уже привыкла. Тут тоже просто шикарные пробки. Я уже опоздала минут на 10. Ужас, конечно. Я уже на месте у доктора Русары. Здесь так очень уютненько, в самом центре города. Для похудения есть вот такой вот аппарат. Соник шип называется. Он самый крутой на свете. Правда, без боли, без каких-либо негативных ощущений. Можно избавиться от лишних килограммов. Мы в нужной области. Да-да, и не только дряблость, целлюлит. Мы с доктором остановились на процедуре Дермапен. Выглядит она вот так. Головка здесь стерильная. Можете не переживать в этом плане. Если у вас тоже есть несовершенство кожи, как и у меня. Особенно после постакне. Очень хорошо можно избавиться от этих моментов. Это что, доктор? Параллельно делаем с мезо. Не просто Дермапен, а чтобы был двойной эффект. Сначала делаем мезо. Капаем на кожу. И сверху это все впитывается. Эту процедуру, процедуру Дермапен, можно сделать намного глубже. Я решила выбрать самое поверхностное, чтобы период реабилитации был минимальный. Так как скоро у меня день рождения. Точнее, буквально через 3-4 дня. Плюс еще, кто не в курсе, я делаю виниры. И с определенной периодичностью я езжу к стоматологу. Если у меня на лице будут раны, то мне будет очень сложно постоянно ехать в таком состоянии, показываться вообще на людей. Кстати, чуть не забыла. Ссылочку на врача я вам обязательно оставлю. Сейчас новогодние скидки и самые выгодные цены. Кубы сейчас по скидочным ценам можно сделать всего от 70 манат. Все подробности на страницу у врача, инстаграм. Ссылочка будет внизу в описании под видео. Но у меня здесь в области щек есть постакне, от которых мы сегодня сейчас будем избавляться. Можно просто сделать эту процедуру, но я выбрала с анестезией. В принципе, и просто так многие делают, да? Да. На самом деле, очень уютненько. Смотрим из окна, и тут пробка. Одна сторона уже готова. Теперь переходим ко второй стороне. Ну как, будем? Нет? Ну все, мои хорошие, я дома. Вид мой оставляет желать лучшего. Это еще очень поверхностный пилинг. Надо бы, конечно, делать поглубже, поинтенсивнее. Таким способом мне надо сделать больше процедур. Но если вы хотите избавиться от подобных проблем за одну процедуру или за несколько, например, за две, да? Нужно делать более глубокие пилинги. Я просто боялась, если честно, немного. Поэтому решила пока что начать с такого. Здесь период реабилитации небольшой. Буквально два дня, и все прекрасно. Возвращаюсь к вам уже на следующий день. Вид мой, конечно, и лицо оставляют желать лучшего. Но так и должно. Вот что значит иметь хороших родственников. Кто не в курсе, у меня есть азербайджанский инстаграм, где я снимаю распаковки именно с тренд Йолы. И за последний месяц я потратила тысячу монат только на посылки, чтобы распаковать, чтобы вам показать. И, естественно, чтобы у меня был контент. И дело тут не только в деньгах, но и в лимите. Больше 300 долларов на одного человека заказать нельзя. Поэтому я заказываю и на себя, и на маму. И жена моего брата подготовила свои посылки, которые она заказала. Прикиньте, она два дня их не открывала, чтобы передать мне, чтобы я распаковала на видео. Ну вот где найти таких родственников? Так что я сегодня быстренько все это буду распаковывать. Отсниму материал и ей отдам вечером. Начнем с завтрака. Мы сегодня с мамой поздно встали. И еще, кстати, сегодня у нас было землетрясение. Прикиньте, которое мы даже не почувствовали. А не почувствовали мы, потому что спали. И все даже в тиктоке успели заснять видео, как у них туда-сюда мотаются люстры. Я просто чисто просыпаюсь от того, что кто-то у меня во дворе кричит. Я не сразу, кстати, понимаю, что там происходит. Кто-то очень сильно пипикает и кричит, убери свою машину отсюда. Только в очень грубой форме. Во дворе у нас всегда в этом плане хаос. Кто-то хочет выехать. Оказывается, действительно было землетрясение. Человек спустился вниз и решил поехать на дачу. И он не мог это сделать просто потому, что кто-то остановил за ним машину. И вот на это я проснулась в девять. Но это произошло в тот момент, когда уже землетрясение закончилось. В последнее время как-то часто у нас эти землетрясения. Уже людям пора привыкнуть к этому моменту и жить спокойно. Прикиньте, мне уже пришлось включить искусственное освещение. Хотя на улице не вечер совсем. Вынужденная мера при такой пасмурной погоде. Но да ладно. Сейчас я вам хочу показать новинки своей бижутерии. Которую не показывала вам здесь. Показывала в своем азербайджанском инстаграме. Но вы знаете, я стараюсь делать так, чтобы вы получали столько же контента, сколько и они. Стараюсь показывать и покупочки. Хотя некоторые, правда, забывают. У меня был период в жизни, когда я была просто помешана на бижутерии. Потом я перешла на золото и правильно сделала. Сейчас все зависит от модели. Какие-то модели, естественно, лучше брать в золоте. Те модели, которые я ношу на поседневной основе. А есть что-то, что лучше взять, например, из бижутерии. И давайте пройдемся по новинкам. Во-первых, это невероятной красоты. Вот такой браслетик я взяла себе. Реально очень красивый. В сочетании с часами смотрится вообще пушка. Самое главное, он регулируется под ручку. То есть можно его сжать так, чтобы он был как раз впритык. Я это делать не стала. Но также и с часами смотрится очень круто. Я уже застегивать не стала. Просто покажу вам на ручке, как это нежно, изящно смотрится. Часики, кстати, у меня от моего любимого бренда Sunlight. Очень крутые часы. Уже у меня полтора года. Правда, не так часто их ношу, но очень сильно люблю. Двигаемся дальше. Это все было у меня в одном заказе. Взяла невероятной красоты. Вот такие сережки. Кстати, хотела на все изделия оставить вам ссылочку. Сейчас посмотрела. Что-то страницы это и нет. То ли их заблокировали, то ли что-то произошло. В общем, не поняла я. Здесь двойная застежка. Есть и железная, есть и силиконовая. Были в двух расцветках. Я решила взять в золоте. Мне очень нравится, как смотрится. Нежно, утонченно, под разным образом можно сочетать. А вот эта цепочка прям под золото. Посмотрите, какая красота. Очень мне нравится. Еще это нержавеющая сталь. То есть годами можно пользоваться. И, в принципе, можно даже купаться. Ничего не произойдет с этими изделиями. Они очень хорошего качества. Вот такие еще очень интересные сережки. Здесь застежка Конго. Можно на повседневку их носить. Очень красиво. Вот то, что я вам сейчас показываю, это все новинки. То есть это то, что я купила пару дней назад. И вот такая вот цепочка. Здесь имитация под жемчуг. Если честно, я вот такой человек. Я никогда в жизни жемчуг не куплю натуральный. Во-первых, потому что его невозможно потом продать. Он никому не нужен. Да и у нас как-то не принято носить жемчуг. Возможно, это связано и с менталитетом. А вот такие изделия, почему бы нет. Мне нравится, как смотрится. В качестве бижутерии можно взять. Ну и, по-моему, все. Собственно говоря, это были все мои покупочки. Здесь второе вот такое отделение. Здесь уже те изделия, которые я ношу крайне редко. И самое главное, у меня есть вот такая упаковка силиконовых заглушек. Если у вас ее нет, обязательно прикупите. Есть и на Шейн, есть и на других всяких китайских сайтах. В общем, очень удобно. Если у вас потерялась заглушка, всегда в запасе есть просто куча. У нас в магазинах поштучно их продают и так дорого обходятся. Так что легче заказать один раз и потом всю жизнь не париться. Как же я соскучилась по кутабикам. Мы сегодня с мамой быстренько сделали. Кутабы здесь у нас с зеленью. И особенно я люблю, когда очень много масла. Сейчас я по-быстренькому спущусь вниз. Вчера я была у косметолога, и она мне подарила небольшой подарочек. Очень интересный. А я его вчера забыла в машине. Сейчас спущусь и возьму. На улице у нас, кстати, холодно. Дубак просто. Просто ужас. Вот мой пакетик. Я давно, кстати, хотела попробовать подобные печенья. Здесь печенье с пожеланиями на Новый год. Она взяла 100 листочков и написала там разные пожелания. Потом дала кондитеру. И посмотрим, какие же мне попадутся. Как говорится, желания исполняются там, где в них верят. Поэтому давайте будем верить, что вот эти пожелания обязательно в этом году у меня исполнятся. Главная фишка как раз таки заключается в том, что она сама не знает, какие желания здесь внутри. Здесь их на самом деле много. Я предлагаю несколько открыть. И возьму прям так рандомно. Давайте откроем вот эту. Вот эту штуку, по-моему, можно кушать, а внутри бумажка. Пора собирать чемоданы. Вас ждет путешествие в приятной компании. Ура! Я даже знаю эту компанию. Отличный подарок, я думаю. Спасибо огромное. Пора заводить питомца, а именно собаку. Точно! Я открыла несколько штук. Действительно очень занимательно, прикольно. А самое главное, реально очень-очень вкусно. Если бы я знала, где можно заказать такие крутые печеньки, обязательно оставила бы вам ссылку. Во-первых, интересно, что внутри выйдет. А во-вторых, это все можно съесть. Не то, что можно, это нужно съесть. И это реально очень вкусно. И у меня здесь есть также закрытые. Я решила все не открывать сразу. Эти оставлю в новогоднюю ночь. Буду распаковывать. Прикольный подарок к Новому году. У меня здесь, получается, осталось 5 штук. Люди уже месяц как установили елку, а у нас все, руки никак не дойдут. Вот такой огромной коробки у нас елка. Ее нужно в обязательном порядке сегодня собрать. Да, Твиксик? Любимая игрушка Твиксика. Вообще, изначально, когда мы покупали эту елку, она была в очень даже миниатюрной коробке. Но потом обратно собрать в эту коробку у нас не получилось. Поэтому мы решили взять вот такую большую. И сюда, кстати, она тоже еле-еле помещается. Сошел на берег. Я очень не вовремя заболела. Буквально через 2 дня у меня день рождения. А я сегодня прям с температурой. Но, несмотря на это, все равно решила доснять для вас влог, собрать елку и так далее. Потому что, когда ты лежишь в обезвоженном состоянии, тебе становится еще хуже. А еще по интернету гуляют новости о том, что появился новый какой-то вирус, который заражает детей, который несет какие-то плачевные последствия. Честно, этот коронавирус просто достал. С другой стороны, землетрясения, всякие войны. Не знаю, как вам. Мне лично очень надоели подобные новости. Хочется слышать какие-то позитивные вещи. Вчерашнее землетрясение было мощностью 5 баллов. В просторах интернета уже видела видео, как люди показывают трещины, которые образовались у них в квартирах. У нас, слава богу, таких последствий нет. Но все же, естественно, положительного здесь тоже мало. В прошлый раз я была в деревне. Как раз-таки сейсмическая зона. Эпицентр землетрясения был там. В этот раз как раз-таки эпицентр был Бакуа. Точнее, берег Каспия. Но самое главное в этом во всем, это то, что пострадавших нет. Я еще заказала, кстати, себе новогодние гирлянды. Не знаю, приедут ли они до Нового года. Но я очень на это надеюсь. Из Турции заказала по очень приемлемым ценам. Чтобы хотя бы так создать новогоднюю атмосферу и радостное настроение. Игрушки у нас, конечно, оставляют желать лучшего. Вот такие вот игрушки. Прямо с самого моего детства папа привозил откуда-то в подарок мне розовую игрушку. А эти мелкие я купила у нас здесь в Баку. И, кстати, очень промокнулась. Для такой большой елки, это очень маленькие игрушки, надо было, пожалуй, купить все одинакового цвета. Как-то не сильно сочетается, на самом деле. Но одеваться некуда, не выбрасывать же это добро. Поэтому в этом году тоже украсим нашу елочку теми игрушками, которые у нас есть. Хотя, если честно, я и сама понимаю, что получается не особо так со вкусом. Но ничего страшного. Вот эта игрушка, мне кажется, она передается прям по наследству. Вот я, насколько помню, она была всю жизнь у нас. Прямо с самого глубокого детства. Эти шишечки шли прям с елочкой вместе. Их тоже мы обязательно сейчас прикрепим. И покажу вам результат. Ну, всю елочку я уже украсила. Потратила около получаса на все вместе. Правда, гирлянды очень мало. Я видела, там девчонки покупают гирлянду супер длинную. И разматывают по всей елке. Выглядит очень круто. Но потом, как обратно собирать елку, непонятно. Но мне еще гирлянда нужна. Может быть, сегодня или завтра на днях куплю еще. На этом, пожалуй, я уже буду закругляться. Вам огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте подписываться и ставить лайки.